В ролике, посвященном интервьюированию, на примере интервью Саши Спилберг у министра культуры, мы с вами рассмотрели методику, алгоритм, который называется логические уровни. В принципе, эта методика непосредственно связана с психологическими возрастами. Дело в том, что вопросы первого уровня не свойственны юношеству. Вопросы второго уровня свойственны взрослым людям, которые являются представителями проектного возраста. Это условно 25-50 лет. А вопросы третьего уровня свойственны людям за 50. Я хочу сейчас предложить вам рассмотреть интервью, которое взял у бэт-комедиана Юрий Дудь. И предложить другую координату при оценке вопросов интервьюера, которая называется «Чих ты будешь?». Люди сидели там 7 лет на зарплатах, получали деньги замечательные и всем все ок. Ну слушай, ты говоришь, зачем мне, если люди делают бабки? Ну зачем, чтобы войти в историю. То есть, каждый человек, помимо того, что задает вопросы о событиях в тех или иных условиях, в тех или иных обстоятельствах, во времени, он, естественно, дает оценки. Слово «оценка» однокоренное со словом «ценности». Соответственно, и тот человек, который задает вопросы, и тот, который отвечает, он дает оценки и выдает косвенные разведпризнаки, которые можно считать его ценностями. Я предлагаю посмотреть внимательно на фрагмент интервью, посвященный Ельцину и Совку, и посмотреть на аргументы Дудя относительно Ельцина, этого старика, который бухал и который принес нам демократию. Я не думаю, я скоро поеду в стендап-тур и очень хочу зайти в Ельцин-центр. Я думаю, меня просто разорвет от ненависти, потому что, поначитавшись книг, у меня очень такое отношение. От ненависти к Ельцину? Безусловно. А объясни, почему? И к людям, которые, видимо, строили Ельцин-центр. Насколько мне известно, там очень много замечательных жизнеписаний, без рассказа про период 1994-1995 года до 2000-х. Нет историй там про... Грачева, танки. Безусловно, про Рохлина, я уверен, нет никаких историй тоже. И из-за этого меня просто порвет там от ненависти, я думаю. Слушай, ну Ельцин, безусловно, бухал. Ельцин, безусловно, не лучший президент. Безусловно, война случилась при нем. Но этот же дед принес нам демократию. Что ты называешь демократией? Я называю свободу передвижения и свободу предпринимательской деятельности. Две основы, без которой ни ты, ни я не жили бы так, как живем сейчас. Не факт, ты не можешь... Ты посмотри, как развивается Китай. Как? Я не за Китай, я не хочу, чтобы ограничивали границы и так далее. Но там суть не... Такое ощущение, ты говоришь, как будто Ельцин хотел привнести демократию. Он такой, типа, я для народа. Никто ничего не делал для народа. Никто вообще. Это очень странное суждение. Вот только из этих деталей, как косвенных разведпризнаков, можно четко себе представить, что за семья у Дудя, чьих он будет, кто его поддерживает политически, информационно, каким кланом он принадлежит. И точно так же это можно сделать и с бедкомедианом, который тоже наверняка не сам появился на свет, тоже читал какие-то книги. Может быть, не получает ни от кого денег, но тем не менее выражает ценности определенного уровня. В каждом человеке есть кое-что от юноши, кое-что от взрослого человека, кое-что от пожилого человека. Мудрость какая-то. И вот очень интересно наблюдать, как встретились две ценностные шкалы. Все это я рассказываю для того, чтобы перед занятием, посвященным интервьюированию, а это занятие школьного телевидения, будет проходить по очень простой методике. То есть группа разбивается на интервьюеров, интервьюируемых. И в каждом попытке, которая делается под запись проведения интервью, интервьюер должен задать минимум три вопроса первого уровня, минимум три вопроса второго уровня и минимум три вопроса третьего уровня. После того, как будут сделаны все ответы, нужно у всей группы, которая зрителями наблюдает за этим действием, спросить обратную связь по всем уровням и попытаться определить ценности, кто чьих будет, кто принадлежит к какой социальной группе. Особенно интересно, такие мероприятия, такие занятия проходят, если кто-то из детей, например, будет отвечать за Владимира Вольфовича Жириновского. Например, сыграет роль Жириновского и сделает это экспромтом. Или, например, какого-нибудь другого, известного медийного лица, политика или общественного деятеля. И тогда игра становится другого уровня. Она вызывает бурный интерес у детей. Дети начинают хохметь, подражать, всячески пытаться изобразить себя очень похожими на названных деятелей. Но самое главное из этого занятия следует вынести это четкое деление на первый, второй, третий уровень задаваемых вопросов, а также на ценностные характеристики всех суждений. И того, кто спрашивает, и того, кто отвечает. Вот в принципе вот этой информации достаточно для того, чтобы сесть и в тетради в рабочее записать общий план проведения учебного занятия, школьного телевидения по интервьюированию. Спасибо за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok